А в стенах и на сцене Забайкальской краевой филармонии уже завтра пройдет яркое открытие фестиваля Олега Лунстрема. 20 сентября в 18.30 первую фестивальную страницу, специально подготовленной по такому случаю программой, из произведений джазовой классики откроют знаменитый саксофонист, композитор и продюсер, народный артист России Игорь Бутман и московский джазовый оркестр. Наслаждаться джазовой музыкой забайкальцы будут с 20 сентября по 12 ноября. Фестиваль Олега Лунстрема пройдет в регионе впервые и, как говорят организаторы, станет одним из самых ярких и масштабных событий, посвященных 100-летию российского джаза. И это яркое и масштабное событие мы обсудим с пресс-секретарем Забайкальской краевой филармонии имени Олега Лунстрема Андреем Носенко. Доброе утро. Доброе утро. Рад приветствовать тебя, Андрей, в нашей студии. Встречаемся уже не впервые и каждый раз говорим о том, что есть какие-то такие важные у нас темы для разговора. Говорим про фестиваль сегодня. Ждать ли еще каких-то сюрпризов на открытии? Ну, мне кажется, прежде всего сам фестиваль является ярким сюрпризом для забайкальцев, потому что это очень крутое, заряженное такое событие. На открытии у нас, как вы уже сказали, будет концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана. Это талантливые музыканты, это специально подготовленная программа из классики джаза. Это яркое мероприятие, поэтому советую прийти, ознакомиться, посмотреть. Этим надо обязательно приглашением воспользоваться. Но вот вопрос. А фестиваль же пройдет впервые, как я понимаю. Не было ли вообще таких вот раньше масштабных событий, вот подобного уровня, именно с джазом связанным? Ну вот если вообще взять до масштабных событий, они у нас в филармонии проходят постоянно. Взять хотя бы фестиваль цветущий богульник, да, наш международный. А что касается джаза, мы каждый год проводим фестиваль «Чита джаз». Если помните, в прошлом году у нас было пять ярких концертов, были крутые промо-акции по всему городу. То есть в торговых центрах наши коллективы выступали. Но касаемо вот именно масштаба джаза, да, такое впервые. Потому что этот фестиваль охватывает сразу джаз, театр и классику. Оттуда, наверное, и вытекает самозначимость, что действительно он имеет большую значимость для региона, для страны и в целом, наверное, для джаза. Да, даже можно сказать так, что сейчас, то есть он настолько значимый, что мы ставим Забайкальский край, да, на карту российского джаза. И, наверное, даже не побоюсь мирового, потому что звезды такого масштаба, как Игорь Бутман, да, джазовый оркестр Олега Лунстрома, который в книге рекордов Гиннесса находится. Вот мы сейчас вот ставим как раз джаз, Забайкальский край ставим на карту российского джаза. Это очень масштабно и значимо. Кто участники, много ли есть, да, 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 то есть вот если еще говорить о звездах. Участников, да, очень много на самом деле. Это прежде всего джазовый оркестр Олега Лунстрома, Никита Михалков, трио Лунстрома, московский джазовый оркестр, солисты Валентина Лисица, Александр Романовский, художественный руководитель фестиваля Петр Лунстром, квартет Планктон, трио Даниэля Одиньянца, солистка София Ацбеха Неха, ну и, конечно, наши коллективы. Это уникальный квартет Гранат, джаз-бенд Блюстайм, солисты филармонии Мария Сиденко и София Кочнева. Это еще я перечислил не всех на самом деле, потому что... Масштаб уже ощущается, причем очень такой немаленький, и цель глобальная взять и поставить на карту Забайкальский Крайон. Да, цитата, да, она разлетелась на цитаты. Обязательно, да, мгновенно. Но вот еще какой вопрос. А каких еще ждать концертов, если говорить о Забайкальской филармонии? Может, что-то порекомендуете, может, что-то особо интересное есть? Вообще у нас больше 27 мероприятий, которые проходят как в Забайкальской филармонии, как в Драматическом театре, и даже за пределами Забайкальского края, в городе Улан-Де, также по районам. В Сретенске, Нерчинске, Краснокаменске. Там выступают не только наши солисты, да, артисты, но и гости из Москвы. Каких концертов, да, что посоветуем? Хочется, прежде всего, посмотреть молодежную трактовку джаза. Это будет 24 сентября, 18-30 концерт, он так и называется «Молодость джаза». Там вот как раз примут участие солисты, о которых я говорил, это вот «Квартет Планктон», наши артисты София Ацбеха-Неха, это будет очень круто. Вообще, я считаю, что в этот фестиваль нужно погружаться от открытия до закрытия, ну, потому что это очень клевая, крутая программа. Но там достаточно дней для того, чтобы вот в полной мере оценить все прелести джаза. Если говорить о билетах, вот сейчас наши телезрители, кто заинтересовался, где можно приобрести эти билеты и можно ли по Пушкинской карте? Да, специально для фестиваля мы подготовили такую уникальную мультиссылку, перейдя по которой, можно посмотреть все концерты, прямо выбрать, почитать и выбрать, который уже симпатизирует. Ссылку можно найти в наших социальных сетях. Также билеты доступны, да, обязательно по Пушкинской карте. Все концерты, включая районы и учреждения, доступны по Пушкинской карте. А также в кассе филармонии по адресу Бутина 51 и на сайте Квиттики с Чита. Приходите, смотрите, мы подготовили много сюрпризов и скидок. Само по себе событие яркое. У нас осень в Забайкале. Вот мы начали сегодня говорить про осень, и она действительно будет знаковой. Мало того, что вот такие события на сцене Забайкальской краевой филармонии. Еще у нас чемпионат России по боксу будет. То есть у нас здесь сначала можно сходить бокс посмотреть, потом можно сходить джаз послушать. Спорт, культура, прям насытиться этим можно. Андрей, вот мы с тобой неоднократно встречались в этой студии, но вот никогда не говорили о том, что ты ведь тоже музыкант. И пишешь, у тебя есть авторские темы, авторские композиции, ты пишешь тексты, и ты вот человек-то действительно глубоко музыкальный. Вот если говорить о твоих предпочтениях и вкусах, что ты посетишь в первую очередь в рамках этого фестиваля? Что тебе интересно? Ну посетить мне придется все-таки все концерты. На каких тогда будет больше удовольствия? На всех. Нет, ну вот я говорил уже о концерте молодой джаза, да, плюс гала-концерт, который пройдет 21-го в 18-30. Интересно спектакли из моей деятельности, да, вы тоже знаете, что я очень люблю спектакли, так что в ноябре будет спектакль «Прощание с матерой» и закрывает фестиваль у нас спектакль «12 Никиты Михалкова». То есть если проследить такую тенденцию, да, у нас в сентябре джаз, в октябре классика и в ноябре театр. Вот интересно про театр. То есть это все-таки гости приезжие, да? Да. Вот о чем работы, которые мы можем увидеть, да, и наши забайкальские зрители, каких театров? Ну, я так понимаю, что все равно все артисты из Москвы, да? Да, 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 то есть это группа Никиты Михалкова, да, спектакль «12», прежде всего это артисты его театра. Где можно подробно ознакомиться со всей программой? Вот есть где-то в интернет ресурсах, да, вот как бы афиша, расписание, вот все. Ну, все это можно изучить, может быть, на вашем сайте, на сколько угодно. Да, на сайте «Запкультура», это сайт Забайкальской филармонии, также на портале «Квитикет», где как раз приобретается билеты, там есть полное описание. Ну и, конечно же, в наших социальных сетях просто везде. То есть сейчас наша работа направлена, прежде всего, на популяризацию фестиваля и работу. Если говорить о том, о деятельности Забайкальской краевой филармонии имени Олега Лунстрома, для вас и весна была очень такой вот продуктивной, и лето было очень насыщенным, и осень сейчас вот такая концертная. Вот из событий года что можете выделить яркого? Потому что, я знаю, у вас и форумы проходили, у вас и мероприятия были на площади. Вот все лето мы вот так взаимодействовали, почему я рассказывал нашим телезрителям, что неоднократно мы встречались в этой студии. Что вот такое назовете, и все ли получилось, скажем, в вашем большом плане? Выделить мероприятие, да. Но прежде всего, это март месяц, и апрель это фестиваль «Искусствующий багульник», на котором были, кстати, тоже очень крутые, яркие исполнители. Затем у нас был кинофестиваль. Это событие, о котором знают все. В июне у нас был межнациональный молодежный форум «За Байкаль, а территория дружбы». И осень, вот сейчас у нас джазовый фестиваль. Но плюс у нас открытие сезона было буквально две недели назад. Поэтому вот в таком вот ключе, такие самые яркие, значимые события. Насыщенно. Некогда отдыхать. Все в работе, все в творчестве. Андрей, спасибо тебе за подробный рассказ. Я надеюсь, что наши телезрители заинтересовались. Обязательно найдут в своем плотном графике время на то, чтобы посетить замечательный фестиваль. Что еще хочу сказать? Более подробно, какие-то детали, информацию можно получить далее в эфире радио «Маяк» 104. 5FM, шоу «Говори, читай» вместе с Александрой Сергутской в 10 часов 10 минут. А тебе, Андрей, хорошего дня. Приходи в гости еще. Спасибо. Спасибо, ребят.